Границы этой системы обступила тьма. Улей служит ей. Не он, так она вас погубит. Итак, нам представили новый сезон. Сезон Избранный. Начнется он 9 февраля, ровно через неделю. Так что давайте в этом видео очень коротко о самом главном. О сюжете сезона нам рассказали в трейлере. Дочь императора Калуса Каятль обратилась к авангарду с предложением сотрудничества для сопротивления улью и тьме, но завала отказался, так что придется нам стрелять в кабал ближайшие три месяца. Я прям так вот и слышу этот диалог в игре. Кабал предложили нам сотрудничество с траж, но они когда-то унесли у нас сотни жизней. Этому не бывать, даже если нам угрожает тьма. На планетах в открытых локациях, например на Европе и космодроме будет проходить новая сезонная активность. Она будет рассчитана на троих с доступным подбором игроков, примерно как кузницы пару лет назад. На поле битвы нам предстоит вступить в схватку с избранными воинами Каятль. Три новых налета. На космодроме появятся Сейбер Падших и Логово Дьяволов из первой части, а на Несс добавят абсолютно новый налет Арена Доказательства, где нам также предстоит противостоять армии Кабал. Сезонным артефактом станет Колокол Завоеваний. Когда-то Колокол Завоеваний служил символом воинских побед своего владельца. Теперь при каждом повышении уровня артефакта он увеличит вашу силу, сказано на сайте. Также на странице сезона упомянута некая локация Хельм. В русской версии шлем. Это главный штаб авангарда, напоминающий стол, за которым они собирались в первой части. На сайте сказано, что здесь расположен командный терминал, а нам предстоит встреча с завалой, который даст нам некий молот доказательства. С этим, видимо, придется разобраться уже после старта сезона, что это такое. Что по пушкам? Ну, например, экзотический лук Прорицание Тикуу. По описанию он будет выпускать одновременно несколько солнечных стрел по разным целям. Надеюсь, будет таким же крутым, как тройственный гуль. Экзот будет доступен обладателям сезонного абонемента сразу со стартом сезона, а всем остальным будет выдан на 35 ранге сезонника. В общем же, лутпул наград будет пополнен на 25 единиц оружия, включая как старые, так и совершенно новые пушки. Вот тут на скриншоте можно их разглядеть. Кроме того, в трейлере мелькнул новый легендарный револьвер из Испытания Сириса, броню которым показали несколькими днями ранее. Сезонные сеты брони тоже, конечно, есть, как и орнаменты. Как и сообщалось ранее, вернутся теневые энграммы. Мы вновь сможем формить кучу легендарного снаряжения в зависимости от желаемых характеристик и перков. Также нас ждет новый сезонный секретный экзотический квест на новое оружие от техмеханика. Кузницы, что подарило нам когда-то последнее слово, или Геккельбери, одни из лучших и красивейших, по крайней мере, экзотов. Этого вот я буду ждать с нетерпением. Ну а если заглядывать совсем далеко, то 20 апреля в башне вновь начнутся игры стражей, и нам снова нужно будет соревноваться между разными классами игроков. Также на скриншотах можно увидеть новые локации, напоминающие залы Левиафана, таинственные темные залы, так что почти наверняка нас ждет много секретов в новом сезоне. Чтобы не пропустить ничего, обязательно подпишись на Трипл Вайп, и тогда я расскажу тебе все самое интересное и самое нужное максимально быстро и удобно. До связи!